Вася сильно подстал здоровьем, сказывались тюремные годы. Вор в законе Вася Корш очень сильно болел. Братва предлагала отправить его в немецкую клинику. Но вор отказался, здесь родился, здесь и умру. Уже когда Вася не мог ходить, а только лежал на обычной кровати в подаренной квартире, за три месяца до смерти, к нему из далекой Перми приехали два вора в законе, чтобы воровской арбитр решил их спор. Спор возник вокруг коммерсанта, который поставлял питание в одну из колоний. Один из воров наехал на него, а второй покровительствовал и повторял, что его трогать нельзя, он кормит зону. С просьбой решить этот вопрос, они и приехали к вору, который был одним из основателей воровского движения. Выслушав обоих, Вася Корш повернулся в кровати к ним спиной и впервые за всю свою жизнь заплакал. С минуту он лежал молча, затем через боль повернувшись к ворам, Вася прошептал, так как говорить ему было уже и трудно и горько, вы суки оба. Суки потому, что ваши зоны кормят барыги, а не воры. Александр Качев, знаменитый вор в законе Вася Корш умер 28 декабря 1996 года, не дожив до 78-летнего возраста всего 26 дней. На его похоронах присутствовали многие уголовные авторитеты, а также некоторые украинские политики. Субтитры создавал DimaTorzok